Мы достаточно часто слышим от вас, от людей вашей профессии, что судья должен управлять игрой, и не только используя желтые и красные карточки, но и так называемый язык тела. Вчера, накануне, я прочитал в интернете статью Александра Боброва, он об этом вспоминает, и как яркая иллюстрация, это эпизод из матча, который произошел в Казани. Давайте посмотрим этот момент. Федотов работал, наш очень фактурный судья, и посмотрите, как он разбирается. Это новый человек в премьер-лиге, может быть, с федотом он только-только познакомился, но какое знакомство, что скажете? Понял быстро все, да? Что к чему? Смехнул. Вы знаете, это великолепное проявление, во-первых, он абсолютно правильно показал желтую карточку, а потом проявление бодилы, язык тела, язык жестов, язык взгляда, мимика. Ну, просто здорово. И, вы знаете, вот вообще я хочу, недавно думал, почему одни арбитры судят так, другие так. Мы часто об этом задумываемся. Вот как по жизни? Не каждый же может быть руководителем какой-то организации, да? Одному дано. Например, я недавно смотрел великолепный документальный фильм, эти, советские биографии. И там про Каганович сказано, он был очень хорошим исполнителем. И, а руководителям на судейском попыще тоже не каждому дано. И, в частности, Федотов проявил вот этот взгляд, взгляд удава на кролика. Испепеляющий. Испепеляющий, да. И он показал, что не надо со мной спорить. Великолепный. Красивый момент судейский. Да, и такая яркая иллюстрация.